Те, кто читал Евангелие, вы нашли хотя бы одно слово от Христа, в котором бы он предал анафеме? Ну, ладно ж, не анафеме! Но осудил бы! Да не только не осудил! Но хотя бы подверг бы какому-то гневу ни слова против рабовладельческого строя, но зато сколько обличительных слов против аморального разложения человека и особенно против этих внутренних страстей вот этого фарисейства, этого лукавства, этого лицемерия. В чём причина? По желанию действительно очень многих, да и, наверное, все согласятся, это поговорить о том, чьё имя мы постоянно слышим. Постоянно нам говорят, он спаситель, а что это значит? А что значит спаситель? Так мы спасены? Ура! Будем есть, пить и веселиться! Ах, не спасены? Тогда почему же спаситель? Интересно! Спаситель от чего? Ведь подумайте только! Он жил в то время и в том месте, в том, если хотите, как теперь говорят, регионе, когда в мире ещё было нормальным порядком вещей рабовладельчества. Что это такое? Ну, мы уже теперь только отчасти можем представить себе, ну, по крайней мере, все те, кто что-то читал, что-то, может быть, видел в различных экранах, но знаем, что в конечном счёте раб был по своему социальному положению фактически животным. С ним можно было сделать всё, что угодно. Всё, что угодно. И безнаказанно. Уже больше несправедливости, больше не свободы. И представить себе очень трудно. Представьте современных людей. Вот сейчас бы это объявили, что мы рабы. Какой был бы шум, правда? Обратите внимание, на что направлена сейчас, например, вся основная линия пропаганды не неразумных речей, а именно пропаганды западного мира. Свобода, свобода и права человека. Свобода и права человека. К чему они приводят, эти свободы и права человека, мы видим. Мы видим, какие часто это дикие, совершенно беспорядки творятся. Но это мало этого. А вы посмотрите, что происходит в нравственном плане, в этом обществе, которое больше всего кричит о свободе, как таковой, и справедливости. Вы знаете, один из древних святых, ну, не очень древних, но достаточно, это VII век. Кстати, обращу ваше внимание на это имя, которое я скажу. Это вообще удивительный, удивительный мыслитель VII столетия. Это Исаак Сирин. Он так говорил так, невежественная свобода, об этом надо поговорить, что это такое невежественная, невежественная свобода, мать всех страстей. Она источник и всех бед человеческих. Странное дело. Какая невежественная свобода? Почему источник страстей? В чём дело? О чём идёт речь? Собственно, об этом он ничего нового не сказал по сравнению с тем, о чём в своё время, ну, какое время? Именно в первом столетии писал один из учеников Христа Пётр. Он писал, что они, эти люди, которые часто проповедуют свободу, сами являются рабами самых гнусных страстей. Проповедуют свободу, а сами – рабы. Что такое? О чём идёт речь? И речь идёт о двух совершенно различных планах существования человека. Вы знаете, ещё древние мудрецы, дохристианские мудрецы часто говорили, что можно быть свободным телом и рабом разной гнусности разных. Можно, напротив, быть рабом, рабом по своему внешнему, как мы говорим, социальному положению и оставаться свободным своим духом. О чём идёт речь? Это очень важная, важная, я бы сказал, сторона нашей человеческой жизни, непонимание которой приводит часто народы, не только какие-то большие части людей, но целые народы приводят к порабощению. Одно дело – социальные своды, то есть моё положение, когда я являюсь или являюсь подчинённым и в какой степени подчинённым кому-то. Сказать нужно только об одном. Никогда, как только возникло классовое общество, никогда во всех этих демократических, так называемых, государствах, никогда и нигде и не может быть абсолютной свободы. Неужели непонятно, что два человека сошлись? Два! Вот вместе живут. Уже они ограничивают друг друга. Ну, как же? Я говорю, закрой там форточку, дуй эту. Ой! А я задыхаюсь. Что делать? Боже мой! Надо сходить в магазин. Да не надо это! Ну, как не надо? Надо же! Не надо! Надо! Не надо! Я уж не говорю, что это наступает конфликтная ситуация. Я говорю, вы слышите, какая свобода! Два человека уже ограничивают друг друга. Вообще, в принципе, вот этой внешней свободы, в принципе, абсолютной свободы быть просто не может! Это нужно будет жить одному человеку, но любое общество, оно всё, сразу же не свободно. Уж ничего не приходится говорить о другом. каждый, кто работает, он подчинён, подчинён правилам, правилам той фирмы, допустим, в которой он работает. Так что, эти слова вот о свободе, они очень часто носят удивительно лукавый характер. Потому что, свобода или не свобода, внешняя, зависит не столько, не столько совсем от характера законодательных норм, которыми руководствуется общество, сколько совсем от другого! От другого совсем! От другой свободы! Свобода, о которой совершенно ничего не хотят говорить и не говорят! И не говорят просто! О моральной свободе кто это говорит? Кроме только уж самых, я не знаю, тратительных глусностей, может быть, ещё скажут, возмутятся, а так – это твоё дело! Как хочешь! Об этом нет даже речи! До тех пор, пока ты не нарушил, не нарушил самых уже таких откровенных, ну, когда убийство, воровство и так далее, да, это нельзя! Почему? Это затрагивает мою кожу! А будь ты какой угодно там внутри себя развратный человек, будь ты какой-то несноснейший личность, гордец, тщеславный, скупой, завистливый! Это... это твоё дело! Нет, ну и действительно это дело личности! Это совершенно верно! Нет, но свобода-то что такое? А свобода – вот ещё! Простой пример! Врачи говорят, вам вот надо воздержаться вот от такой-то пищи! Почему? Иначе вам будет плохо! Ну и как быть? И как быть? Я могу воздержаться? Могу не воздержаться! Врач мне не приписывает, не приказывает и не может приказать! Вы знаете, а если скажут, что, знаете что? Нехорошо, нехорошо осуждать других людей! Пожалуйста, не осуждайте! Скажут, а чего вы лезете-то ко мне в душу-то? Это моё дело! Ну, а вы можете? Нет, ладно-ладно, это ваше дело! Ну, а вы можете, вот вы не осуждать! Вот вы решили, сказали, всё! Я никого не буду осуждать! Ну, решите! Ну, решите! Попробуйте! На один день! Ну, попробуйте! Наоборот, один день! Попробую! Попробовал! И тут же, только что, я всё, никого не осуждаю! Звонок! Как нахал такой, как он посмел! А ты же сказал, никого не будешь осуждать! Я привожу примеры! Примеры чего? Нельзя смешивать совершенно разные вещи! И сейчас вы поймёте, почему я об этом так долго говорю! Так, есть социальные, так сказать, свободы, права человека, права человека на свободу речи! Вот, допустим, представьте себе, сидит там сто тысяч человек, каждый может кричать всё, что угодно! И кричи, голубчик! Тебе нравится? Кричи! Кто его услышит? Если все те, кто ещё учились в былые времена, которые проходили в школе, например, Маяковского, это были очень давнешние времена, это не только в прошлом столетии, а даже в прошлом тысячелетии, то они, наверное, помнят фразу Маяковского, «Голос единицы тоньше писка!» Кто ж его услышит? Кричи! Свободно! Тебе даём право речи! Кричи! Себе на здоровье, пока не охрипнешь! А кого услышит? Только тот, у кого в руках окажется мощный мегафон, у кого в руках окажется пресса, средства массовой информации, вот кого услышит! Вы знаете, иногда изумительный голос, а его почти никто не знает! И какая-нибудь пищит, но в микрофон, и на весь мир! Ой, какая певица! Почему? А чего зависит? А чего зависит, кого вот те в руках в руках кого находятся средства массовой информации, так от них зависит, кого поднять, а кого опустить! Итак, есть свободы прав человека! Их много! Свобода печати, свобода слова, свобода религиозных убеждений, чего-то, чего только нет! А есть нравственные свободы! Вот нравственная свобода всегда являлась тем главным началом, о котором говорит, я бы сказал, религии вообще, но христианство в особенности! Нравственная свобода! То есть, это свобода над чем? Свобода чего и над чем? Это свобода моего ума над своими чувствами, влечениями, желаниями, мыслями! Вот эта свобода действительно самая сложная из того, чем может обладать человек. Возобладать над своими, над своими, употребляя этот термин, страстями, это дело в высшей степени требует такого напряжения от человека, о котором, ну, я вам скажу, даже трудно и поговорить. Я только что сказал, попробуй не осуждать. Ну, попробуй, кто-нибудь. Ну, проведите эксперимент над самими собой. Просто над собой и увидите, насколько это сложно. Это такая элементарная вещь, кажется, не осуждать. А не злиться, а не завидовать. И сколько таких вещей, а сколько внутри человека возникает всяких, всяких дурных и мыслей, и чувств, и желаний, сколько возникает. Так кто же господствует во мне – я или надо мной? Кто же во мне господин? Кто раб, а кто глава? Религия, в частности, христианство, ставит именно этот вопрос прежде всего. У нас же много влечений, и многие из которых таковы, о которых даже человек никогда не скажет. Может быть, помните у Достоевского униженные и оскорблённые, как там генерал, по-моему, говорил, говорил о том, человек никогда не скажет о том, что внутри его. О таких вещах есть такие вещи, которые не только не скажут публике, не только не скажут своим друзьям, не только не скажут своим даже самым родным и близким людям, о котором себе подчас он не признается, но, говорит, но если бы только это открылось, что сидит в его душе, то, наверное, он пишет, Фёдор Михайлович, то, наверное, пошло бы такое зловоние, что даже и дышать-то было бы невозможно. Он писал о чём? О тех вещах в данном случае, которые действительно мы часто не хотим ни замечать, ни видеть в самих себе. Да, их подчас и трудно увидеть. Нравственные нарушения мы все видим, все они очевидны и самому человеку, и окружающим. Нравственные. То есть, когда убийство, воровство, откровенные нарушения каких-то законодательных норм, это все видят. хулиганство, драка и так далее. Это все видят. А кто видит лукавство, лицемерие, притворство, зависть, ненависть, как подчас это скрыто в душе человеческой, и действительно никому о подлость и никому не скажет даже. Но эти страсти, их называют страстями в христианстве, они действительно самые отвратительные. Обратите внимание, что Христос, о котором сегодня, мы, кажется, хотим говорить, обратите внимание, те, кто читал Евангелие, должны были бы крайне быть удивлены, что Христос ни разу не сказал «горе вам, убийцы! Горе вам, воры!» Там так или хулиганы. Ясно, что он не оправдывал этого, это совершенно очевидно, но он почему-то ничего не говорил. А представьте себе весь его гнев, действительно праведный гнев, на что обрушился. Горе вам, фарисеи! Слово «фарисеи» стало нарицательным в нашем языке, как обозначающий какого человека, который хочет внешне показать себя праведником, а на самом деле внутри весь, весь пронизан, расклён буквально всеми страстями человеческими. Удивительно! Почему? В чём дело? Это один из очень интересных вопросов. Второй вопрос, который связан со Христом. я начал с того, что Христос жил в то время, когда царил правовладельческий строй во всей, скажем, вселенной. Вот так! Так! Те, кто читал Евангелие, вы нашли хотя бы одно слово от Христа, в котором бы Он предал анафеме, ну, ладно ж, не анафеме, но осудил бы! Да не только не осудил, но хотя бы подверг бы какому-то гневу этот строй. Ни слова! Ни слова! Что такое? Его ученики, апостолы, писания которых в одной книге, собранной вместе с Евангелиями, вместе, эти Петры и Павла, так, ни слова против рабовладельческого строя, но зато сколько обличительных слов против аморального разложения человека и особенно против этих внутренних страстей вот этого фарисийства, этого лукавства, этого лицемерия, это непрерывно просто наполнено их Писанием! В чём причина? Я думаю, что если бы сейчас пришёл бы Христос, его бы и слушать бы никто не стал, потому что сейчас нужно что? Да здравствуй, свобода! Права человека! Статуя свободы! Вот что нужно! Он сказал глупости! Вы не на то обращайте внимание! Вы знаете, опытный полководец во время военных действий не идёт на пролом! Он смотрит, где центр! Где самая главная позиция, которую нужно занять! И только которую заняв, он сможет одержать победу! Так вот, в данном случае, когда мы говорим о Христе с этой стороны, то мы и должны увидеть вот что! С христианской точки зрения все социальные несправедливости, все несправедливые законы, которые носят масштабы у всех сторон, от государственных до каких-то правил, правил фирм и отдельных организаций, чем они обусловлены, что является первичным, что первичным, а вот приведу. Апостол Павел пишет вдруг письмо, которое мы называем посланиями, к некоему рабовладельцу Филимону. Такой был рабовладелец, от которого сбежал раб. за это что? Смертная казнь. Разве непонятно? В Римской империи это Первый век. Разве непонятно, что пишет апостол Павел? Оказывается, этот раб сбежал к нему. Он стал христианином. И апостол Павел, обращаясь к Филимону, пишет такие странные, я бы сказал, строки с точки зрения психологии или, я бы сказал, пропаганды, современной пропаганды. Он обращается к Филимону и говорит не больше или меньше, как следующее. Я тебе возвращаю его, этого раба, Анисим, его звать было, прими его не как раба, а как брата возлюбленного. это было что-то невероятное. Дело даже не в этом самом по себе факте, а что же оказывается первичным в наших человеческих отношениях? закон, по которому один может быть господин, а другой рабом, или те нравственные начала жизни, благодаря которому и господин, и раб могут оказаться на положении родных людей. Вы знаете, что Римская империя это была рабовладельческая империя, и благодаря христианству рабовладельчество было полностью уничтожено как таковое. Почему? Как? Какое рабовладельчество может быть? Как может быть один человек подчиняться другому и быть как рабом, животным? это же это немыслимо! Прими его как не как раба, а как брата возлюбленного. И если в тебе, в тебе, человек, и это начало, это нравственное начало станет нормой жизни, да, этот раб уже не будет рабом, даже находясь на самых низших должностях, которые всегда были, есть и будут. Но твое отношение к этому человеку будет не как рабу, а как действительно как брату возлюбленному. Вот почему Христос не сказал ни слова против, кажется, такого вопиющего явления, как рабовладельческий стран. Ни он, ни апостолы, потому что внешние изменения, внешние изменения без изменения нравственных начал человеческой жизни ни к чему не приведут. Ни к чему не приведут. Всё равно будут и рабы, и рабы, и господа. И так оно и есть, и так и будет. меняется только формы рабства, формы, но не суть. Задача, выразимся таким образом, Христа, цель его пришествия была не в том, чтобы создать наилучший государственный строй. Нет! Совсем не об этом и речь идёт! А человека изменить, насколько это можно, изменить его само мышление, изменить его понимание, понимание того, что другой человек такой же есть образ Божий, точно такой же, как и ты, кем бы ты ни был, император ты, вельможа, господин, неважно, точно такой же. Более того, вы послушайте, вы знаете, есть замечательные слова при отпевании человеку, когда умирает человек, есть чин церковное отпевание. Я вам скажу, там потрясающие просто слова. Это говорится, что цари и нищие все там равны и едины. Все равны. все одинаково уже становятся. И оценка человека идёт совсем не с точки зрения его положения вот этого мимолетного, земного, а с точки зрения как раз того нравственного величия или напротив падения, которое присутствует в нём. Христос пришёл изменить не внешнюю сторону, не результаты, не плоды, а корни. У дедушки Крылова есть хорошие басни, которые называются «Корни и листы» или «листы и корни», не помню. «Листы», то есть листья, в которых листья хвалятся перед корнями. Посмотри, какие мы пушистые, зелёные, красивые, а ты же, а вы что в земле копаетесь? Да вас вообще никто не видит и видеть не хочет! Басня кончается интересными словами, когда корни говорят «А если нас не будет, не будет ни дерева, ни вас!» Великолепно! Великолепно сказано! Дан ответ, что почему Христос так вёл себя? Почему апостолы? Корни! Да! Кем он был? Христос мог бородиться кем? Наследнику императорского престола! Создать самые справедливые законы, которые только можно было! Поставить образование на высочайший уровень! Дать импульс развитию научно-техническому прогрессу, литературе, искусству всего на свете! А он кем был? Нищим странником! На которого ещё как гнали подчас! Грозились убить! Это он! Это он, который мог сделать всё! Представьте, когда возникала нужда! Какие он творил чудеса! И тем самым прямо показал! Вот, власть вся в его руках! Пожалуйста! Не воспользовался ни на одну йоту этой властью! Никого не сделал слепым! Вы слышите? Ни одного человека не сделал слепым! А уж мог бы, например, этих Каиафа, там, Пилата, мог бы сказать, ослепни ты, негодяй, такой-сякой! Или Ирода! Правда же? Ну, мог же! мог же всё, что угодно сделать! Ни одного не ослепил! Никому не сказать, проказа на тебя несчастный, сейчас проказа тебя паразит! Исцелять – да! Напротив, делать – нет! Корни и листы! Листы и корни! Вот, если хотите, ответ, почему Христос, Христос, обладая всеми, как кажется, внешними возможностями, так, ничего не сделал в том плане, чем живёт современный мир! А теперь мир только и кричит «Свобода и права человека!» И даются эти права! И вот вам целые гей-парады идут, на которых кривляются, я не знаю, что делают! Ну, вы все видели, конечно, что это происходит! Свобода! Меня иногда спрашивают, а как вы относитесь к гей-парадам? Я говорю, как? Сейчас скажу вам! Только не пугайтесь сразу! Я за! Но только за что за? Чтобы не они были, а чтобы они устроили гей-парады со своей скотиной, собаками, жарфьями, кошками и прочими! Эти скотоложники! Покажите своё человеческое достоинство, чтобы весь мир видел! Вот он, человек! Посмотрите! Мы, скотоложники, демонстрируем своё человеческое достоинство! Ещё только до этого не дошли, но дойдут! дойдут! Потому что какое же это достоинство, когда извращение возводит на пьедестал нормальных человеческих отношений! Вот это один из серьёзных вопросов, о которых часто люди спотыкаются. Почему Христос не освободил рабов? Да, Он не освободил, но когда христианство стало национальной религией Византии, всё! Рабство прекратилось! И так это происходило не только здесь! И дальше это происходило в истории! И на плоте! Как только христианство начало слабеть, как только христианство превращалось в форму, форму, а не содержание жизни людей, так начинались новые формы дискриминации, как мы говорим, и порабощения человека! Ещё один вопрос, который связан со Христом. Мы говорим, вот что такое Христос Спаситель! Спас, мы говорим, не внешним путём, не путём силы, не путём изменения государственных структур, не путём отмены, даже если хотите, несправедливых законов, хотя, кажется, мог бы это сделать, нет! А путём воспитания человека, изменения человека, как такового, внедрения тех нравственных начал, благодаря которому действительно человек, как мы сейчас говорим, порядочный человек, не может красть, но не будет он убивать, он не может хулиганить! Почему? Ну, просто потому, что он порядочный человек и всё! Не будет ругаться отвратительными словами! Ну, почему? Ну, потому что порядочный! И больше не почему! Самонравственное начало не позволит ему это делать! Вот в чём суть дела! Но есть ещё один вопрос, о котором, наверное, ну, всё-таки я упомянул, вопрос, носящий чисто вероучительный характер. И всё-таки, поскольку многие являются сейчас христианами, но образование, естественно, получают далеко не многие, то хочу сказать, в каком смысле Христос, тем не менее, хотя он не спас от несправедливости, кажется, прочих таких внешних, является спасителем. В каком смысле мы называем его спасителем? Ведь обратите внимание, разве прекратились грехи? Нет. Войны? Нет. Даже формы эксплуатации? Нет. Простите, а чего он нас спас? Так что он сделал? Вот вопрос, вопрос, который, ну, хотя бы отчасти, но нужно прояснять, чтобы понять. Знаете, вот, ну уж вы извините, поскольку профессора, они вообще любят ковыряться во всяких тонкостях, ну, я чуть-чуть поковыряюсь, уж не ругайтесь на меня, чуть-чуть займусь этим богословием. Ну, правда же, ну, забудьте потом, если это будет слишком мудрёно. Но скажу вам так, есть две точки зрения, которые, которые, как кажется, объясняют, объясняют, отвечают на этот вопрос. Есть католическая точка зрения. Там всё поставлено, знаете, на что? Я, Господи, тебе, ты мне. Всё на торговую, знаете, это буквально торговые отношения. Ну, представьте себе идею, если я совершаю какие-то добрые дела, то уже я имею заслуги перед Богом. Заслуги! А если я, например, приму монашество, это сверхдолжные заслуги! Потому что монашество не обязательно принимать, но если ты принимаешь, сверхдолжные заслуги! Ну, вы понимаете, психология какая! Нас чуть-чуть похвали, и у нас уже нос кверху! А здесь, когда я чувствую, что я подал нищему копейку, и я уже имею, что заслуги перед Богом! А если две копейки? Ну, тут вообще если три, всё! Тут уже и небес не хватит, на который надо меня возвести за мои заслуги! Дикая совершенно идея! Почему я об этом говорю? Оказывается, и дело Христа вот эти его страдания, добровольные страдания, а не какие-нибудь добровольные, жуткие страдания, о которых, наверное, все, кто здесь сидит, наверное, смотрели фильм Гибсона, это страсти Христовы, и действительно жуткая, жуткая вещь, на что можно пойти добровольно. так, что же он сделал, говорит католическая доктрина? Он удовлетворил божественному правосудию за грех прародителей Адама и Ева. удовлетворил божественному правосудию и совершил сверхдолжные деяния и этими сверхдолжными заслугами он освобождает каждого верующего от вечной гибели. Вот, оказывается, что сделал Христос? Это понятно? Правда? Просто? Правда? Просто? Правда? Что говорит православие по этому вопросу? Оно говорит, что в грехопадении первых людей произошло не оскорбление человеком Бога, ибо Бога надо запомнить, невозможно оскорбить. Нельзя оскорбить его. Ну, попробуйте воздух рубите топором. Невозможно Бога оскорбить. Мы можем друг друга оскорблять, а Бога невозможно оскорбить. Представьте, если бы он оскорблялся за каждый наш грех, то каким бы существом он бы был, он непрерывно содрогался только, я не знаю, от гнева, от ярости, от ярости, от чего? Нет, нет! Это твёрдые учения! Бога невозможно оскорбить! Так православие говорит, что первые люди, нарушив вот ту заповедь, так, они не Бога оскорбили, а они себя извратили. Каким образом? поскольку Бог является источником жизни, то человек, отпав от Бога, сказал, я сам Бог, помните слова библейские, что зми говорит Еве, будете как Боги, будете Боги, слышите, а если я Бог, мне Бог не нужен. таким образом человек расторг связь с Богом, с источником жизни и произошло, это прямо в Библии написано, чёрным по белому, человек стал смертным, стал страдательным, страстным, стал тленным, стал уязвимым, стал подверженным всем стихиям природы, всем, и не только стихиям, но тем более всякими зверям, я не знаю, всему на свете, во что превратился, но это я, мы стали Боги. Началась история Богов. Бог нам не нужен, мы Боги. в каком состоянии стали смертными, повторяю, болезненными, уязвимыми, подверженными всем, всем страстям человеческим. Вот что произошло. Изменилась природа человека. Бог не изменился. Изменился человек. но для спасения человека от этого порабощения, от этого катастрофического изменения и рождается Бога человек Христос. Рождается и через свои страдания, через страдания, как и всякую болезнь, мы лечим. Каким образом? Приходится страдать. Ну, заболели? Ну, конечно, приходится лечиться, приходится делать операции, приходится страдать же, правда же? Ну, конечно! Так вот, и Христос через свои страдания, своими страданиями крестными до смерти исцеляет ту человеческую природу, с которой Он соединился, и исцеляет её, эту природу. Какой она становится? Это показано в Евангелии, когда сообщается о фактах явления воскресшего Христа ученикам. Они просто поражаются. Уже эта природа, кажется, наша физическая природа, становится... Он проходит сквозь закрытые двери. Он неожиданно появляется и исчезает на больших расстояниях. Он не подвержен стихиям. Он вне становится их. Он становится бессмертным, бесстрастным, нетленным. Он воскрешает человеческую природу. То есть, Он исцеляет, не удовлетворяет правосудию Отца. Ибо святые отцы пишут, отец не меньше любит детей, чем сын. Это троица единосущная и нераздельная. Не нужно никакого удовлетворения правосудия, а происходит акт исцеления, исцеления человеческой природы. Что это даёт? Что это даёт людям? Я сейчас не говорю о тех нравственных началах, которые Христос проповедовал. Это, так сказать, вещи очевидные. А что даёт вот это исцеление человеческой природы, совершённое им? Оно вот что даёт, что оказывается человек, который действительно увидит, что Христос – это истинное спасение, что это есть истина, что Его учение, Его страдания, Его смерть, воскресение – это есть истина, а не какие-то сказки человеческие. Этот человек, который поверит во Христа, способен, способен будет принять семя этой новой, обновлённой, бессмертной, нетленной, бесстрастной человечности. Каким образом? Это происходит в акте Таинства Крещения. Кто веру имеет, веру имеет и крестится, получает в этом Таинстве семечко вот этой новой природы. Не первородный какой-то грех прощается, Господи, какая игра! А семя новой природы получает. И уже от человека будет, от его жизни зависит, в какой мере даст он силу развития этому семени в себе. Жизнь по его заповедям действительно даёт возможность человеку изменяться, становиться подобному Христу, уподобляться, богоподобным оказываться человеком. И мы на множестве, множестве действительно великих, святых, ярких святых, можем видеть, какими становились люди, которые принимали Христа и начинали жить по-христиански, приняв это таинство. Христос оказался, как и пишет апостол Павел, новым Адамом, вторым Адамом, от которого мы все рождаемся. рождаемся, каким образом рождаемся, получив семя в таинстве крещения. Здесь начинает прорастать это древо. Но уже помните, наверное, притчу? Вышел сеятель семя, одно упало при дороге семя, и птицы поклевали его, другое упало на камни. Кажется, ах, да, интересно, и все погасло. Третье в тернии, то есть выросли тернии и заглушили все, но некие семена упали на добрую землю. Человек действительно искренне принимает, видит, что христианство – это та жизнь, которая делает человека человеком, которая действительно ведет его к святости жизни. И эти люди, как раз в этих людях произрастает это семя, это семя Христа, и они действительно становятся христовыми. Ещё раз повторяю, пример множества святых, кстати, и наших русских святых, которых мы знаем, показывает это, показывает всё величие этих святых людей. Это, если хотите, это самое сильное доказательство того, что такое христианство, что оно сделает с человеком и даёт человеку как таковому. Вот, что сделал Христос! Исцелил, а не удовлетворил правосудие Божие! Что же он сам себе удовлетворять, значит, что за игра? Исцелил! Христианство – это больница! Бог – это врач, к которому мы можем обращаться! Стоит только обратиться к нему! Причём врач не какой-нибудь, а который безошибочно знает, что для нас наиболее полезно, что необходимо! И поэтому всё, что совершается в церкви, которую Господь установил, это есть средство лечения человека, а не приобретение каких-то заслуг, о которых говорит это отпавшее от церкви церкви христианства. Вот, оказывается, что сделал Христос! Исцелил! Не заслуги приобрёл! Какие ему нужны заслуги? Исцелил человека! Вот в каком смысле он оказывается спасителем человека! Вот в каком смысле! и доказательством, если хотите, очень сильным доказательством этого, что является? Кого он спасает? Первым в рай вошёл кто? Бандит! Слышите? Бандит! Но, конечно, не за своё бандитство! А только за что? Только за то, что он покаялся фактически достойное по делам моим он принял! Мы приняли! Достойное! Мы негодяи! И то, что нас распяли, это верно! Достойное! Осознал это! Представляете, за что уже? И только обратился, сказал, помяни меня, Господи! Он достоился спасения! Какое благо оказывается принёс Христос человечеству! Неужели так много надо от человека? Неужели так много, чтобы осознать, что я действительно негодный человек? Это надо сделать! Это необходимо! Это не я, а Господи помилуй! Вот оказывается, что требуется от человека теперь для того, чтобы получить то спасение, которое Христос принёс, принёс человечеству! Вот мне хотелось сказать сегодня именно об этих двух я вам сказал вещах. Первое, почему Христос не изменил внешней жизни мира, хотя мог бы это сделать, не стал сам императором мира, а стал корнем и заложил эти корни в человечество. А где здоровые корни, там будет и здоровое дерево, и здоровые листья, и здоровые плоды. И второе, о чём хотелось мне сказать, это уж извините меня, что я вас в богословии так вовлёк, это второе о православном понимании центрального догмата христианства, догмата искупления. Что сделал Христос? Исцелил в себе ту природу, с которой он соединился в воплощении. Вот будет Рождество Христово. Воспринял нашу эту человеческую повреждённость и исцелил её своими страданиями, и воскресил её, и дал нам возможность приобщиться этой исцелённой природе. Вот так. Это, наверное, немножечко трудно. Ну, знаете, что иногда надо же, правда, познакомить, чем занимаются эти семинаристы? А то им делать нечего, но вот профессора и читают им об этих вещах и объясняют, чтобы им не так скучно было, или, ну, немножечко, чтобы поразмышляли, подумали, и, глядишь, она пойдёт это на пользу. Спасибо. Ваши вопросы теперь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ